Если вот брать вот нашу ситуацию в Украине, ну конечно же у нас вот много таких вот процессов происходит и у нас очень серьезное такое, знаешь, грантаедское лоббирование идет. И у нас очень много прямо вот и премьер-министр у нас это вот выходец из грантаедских кругов и у нас получается много других персонажей тоже, которые вот проходили вот эту грантовскую школу так называемую, когда из-за границы непонятные, неизвестные структуры с неизвестными целями вдруг оплачивают там те или иные там проекты и так далее. Есть вот сейчас вот они пропихивают закон про землю. Я считаю, что если даже они его и пропихнут, если проголосуют, если его Зеленский подпишет и так далее, и у нас там в течение 5-10 лет скупят агрохолдинги заграничные всю землю. Ну это объективно. Это будет прецедентом для войны с Западом, потому что вряд ли граждан Украины устроят такое положение дел. А вот как ты считаешь, будет война в будущем за то, чтобы вернуть нашу землю? Ну а зачем? Ну смотри, вот они открыли, например, трудовой рынок для Германии, открыла трудовой рынок в том числе и для украинцев. То есть они сделают так, чтобы людей здесь было настолько мало, чтобы некому было воевать? Они не собирались в большие кучки. А вот поэтому получается сейчас такая политика на сокращение населения? Медицинская реформа в том числе? Может быть. Но украинское население, к сожалению, это одно из самых, украинские населения, это один из самых вымирающих вообще в мире. В том числе и министр Дубилет же прямо сказал, что с 2010 года 4 миллиона человек выехало полностью. Выехало. За 10 лет 4 миллиона рабочих, трудовых, живых, здоровых, образованных, в которых вложили огромные деньги, выехало. Хорошо, 20-й год, 30-й год, еще 4 миллиона. Сейчас у нас 35, по самым лучшим подсчетам, 30 миллионов. Ну и так вот, ну а дальше что? Что будет дальше? То есть вопрос вообще стоит о выживании украинского народа. И потребность в рабочих руках в Европе, она значительная. Потому что украинцы хорошие труженики. Они хорошие труженики. Польша до 2% ВВП за эти 10 лет приобрела роста, но только на украинских тружениках. Германия тоже не прочь, Чехия расширяет эти варианты. Вот они уедут и будут там на второстепенных работах работать. Это же естественный экономический процесс. Так Советский Союз индустриализировался. То есть было разделение. Город-село. А теперь разделение немножко другое. Город Германия, село Украина. И вот из села забирали трудовой крепкий народ в город. Получилось строили заводы, экономику, космос, фармацевтику, оружие. И так Советский Союз стал глобальным государством. Китай по тому же пути сейчас идет. У них ресурс есть в своем собственном стиле. Вьетнам также идет. А у Германии такого дополнительного ресурса нет. У Польши такого дополнительного ресурса нет. Внутри. И потому они этот дополнительный ресурс берут из Украины. Почему нет? То есть для них это выгодно. Они получают на этом прибыль. Я их понимаю. Землю, конечно. Арабы будут владеть. Немцы будут, американцы будут владеть. Ну а вдруг они тут построят сверхагродержаву. Но есть один... Сейчас как бы давно уже и у них в аренде эта земля. Просто если у него будет право частной собственности, то скорее всего, если придет какой-то адекватный президент у нас в будущем к власти и захочет все-таки эту ситуацию развернуть, чтобы все-таки народ Украины был по конституции, как написано, собственником земли и недр этой земли, то, конечно же, тогда будет вопрос, а если там бороться с вот этим правом частной собственности, которые в международном формате работают, то, конечно же, сначала к Украине применят санкции. Конечно. И потом, может, это закончится интервенцией, например, как это было в Ливии или в Югославии. Ну, кто знает. Не да бог, конечно. Есть один простой исторический и социально-экономический принцип. Голод бывает только в агродержаве. Если она даже сверх агродержава, это не значит, что у нее не может быть голода. А в промышленных державах голода не бывает. Вот этот принцип, который работает всегда и везде. Как это получается такой парадокс? Потому что элементарно, то есть, как в Российской империи, это же была тоже крупная агродержава. Почему Лев Толстой писал о голодовках и бил в набат, бил в колоках? Потому что зерно вывозили. То есть, были голландцы, были немцы, были британцы, которые вкладывались в это производство зерна, а потом просто его вывозили. И на местное население это не хватало. То есть, это же был тот же вопрос земель. 905 год, революция. Тоже земельный вопрос, нерешенный земельный вопрос. Революция к революции привела. 1917 год к крестьянам землю. То есть, нерешенный земельный вопрос. То есть, это колесо истории, которое, к сожалению, очень опасное. Но это колесо истории, оно длится десятилетними циклами, а президентский срок длится пять лет. Просто получается интересная аналогия, что раньше было в 1917 году, у революции большевиков, лозунг землю крестьянам, фабрики рабочим. То у нас через лет десять, с учетом того, если все-таки пропихнут этот законопроект, не дай бог, конечно, то у нас этот лозунг станет актуальным. И получается, можно будет просто поменять бренд и идти под таким лозунгом «Верховную Раду» или не только «Верховную Раду». Ну, тогда уже «Верховная Рада», если бы те люди, которые этот лозунг тогда оформляли, их «Верховная Рада» та не интересовала. Понятно, я просто спроецировал это дело на Украину. Я не знаю, посмотрим, но дело в том, что земля, конечно, это не просто ресурс, это еще какой-то метафизический ресурс. Это связь украинца с землей, это просто… Особенно для нас, для славян. Глубочайший, ну, элементарно. Простое село. Все знают, что там, к примеру, пьесут коров. Вот в Житомирской области много таких сел. То есть у меня есть корова, я молоко с нее получаю, мои внуки молоко пьют, вот я соляным. Но я сейчас не могу пасти эту корову или две, я ее отдаю в череду. И череда идет, кто-то по очереди пасет, там, 10-20 коров. Эти коровы пасутся на какой-то земле, которая не является частной собственностью. Там должна быть трава, земля. А потом их вечером отдают. Вот будет ли такая земля в этих украинских селах, когда вся эта земля будет в частных руках? То есть будет ли где возможность простую коровку выпасать, вот простому соляным? Ну, в Венцаре, например, есть. Там пасут. А вот с учетом того, что, опять же, это либо право частной собственности, либо аренда. Если, например, аренда, я бы еще как-то понимаю. Но вот как ты считаешь, почему именно идут по пути продажи именно в частную собственность, а не в долгосрочную аренду? Ну, потому что это большой ресурс. И важный момент. Они хотят сделать... Во-первых, закон будет подписан. Обязательно будет подписан. То есть не потому, что я хочу или не хочу этого, или ты хочешь или не хочешь. А потому что об этом заявили, и все делается для этого. Вот. И нет каких-то стопов для этого. Во-вторых... Ну, кроме народного бунта, конечно. Ну, его тоже не будет. Ну, надо объективно смотреть. В данный момент не будет. Как знать. Ну, а потом это... Как знать. Потому что это ресурс. И хотят на этом ресурсе сделать огромную спекуляцию. То есть вопрос же тут не в том, чтобы взять землю и начать на нем что-то выращивать. Вопрос в том, чтобы взять землю, а потом ее продать. То есть дешево взять и быстренько продать. И на этом можно заработать десятки миллиардов долларов гораздо быстрее, чем это будешь трудиться на этой земле. Вот в чем суть главная. То есть тут большая, огромная спекуляция, махинация затевается. Ну, посмотрим, получится или не получится. Я, к сожалению, на это повлиять никаким образом не могу. Спасибо.